деньги до сих пор находится у меня вы даже не знаете нет как интересно то есть мы его ждем вот он сейчас может привели конкретно я вас обвиняю я больше слова которые вы мне говорите на словах что все будет так вы не готовы отразить договор 2 мошенники так это вранью так ну-ка ну-ка вам не нужно было быть настолько алчными чтобы за 20 миллиона на собирать себе вот это дерьмо который вы собираете спасибо огромное всего нас к нам подъехали сотрудники гибдд понятно с каким вопросом потому что очевидно и автомобилем здесь находиться нельзя искал можно пожалуйста 5 минут антики ярдрей я глюда 5 минут не больше и уехали всем привет с вами ярдрей у нас проблема но не с ламбой не сферой с ними как раз никакие проблем нет а проблемы с маркой porsche и их дилером роль в петербурге протовцы которого охренели настолько что иначе как барыгами их и не назовешь что что в общем сотрудники этой компании поступили очень некрасиво по отношению к их и к моему теперь клиенту знакомьтесь это антон он сейчас расскажет вам вкратце свою историю здравствуйте андрей на самом деле начал цитаты известного человека проблема с ламбой или сферой но вот чтобы этой проблеме у меня не существовало я решил приобрести автомобиль porsche porsche carrera 992 курса кузов херетаж и диш это эксклюзивный автомобиль который выпустился в количестве 992 штуки в мире и мне достался на самом деле я уже знаю какой даже номер 983 почему таскать я все знаю потому что я заключил с компанией теперь для меня далеко не замечательный роль заключил договор о наверняках привести этот автомобиль четыре месяца назад и внес соответственно предоплату которая была придумана в этом договоре она была не маленькая порядка полтора миллиона я вниз значит предоплату таким образом я зафиксировал квоту зафиксировал для себя зафиксировал цену которую мне предложил лорольф и он немножко перебью правоту по моему не мы не рассказали ничего всего лишь 7 машин на россию выделили да да но это тоже стало известно позже потом когда я стал выяснять что это за автомобиль еще более лаская свое самолюбие значит до этих автомобилей всего было выпущено на россии не выпущена квота была в количестве 7 штук и один из них в этот автомобиль должен был быть у меня и так получалось что он даже должен был быть один из первых в россии и Субтитры сделал DimaTorzok Мечтал об автомобиле, мечтал в течение 4 месяцев, пока мне, собственно говоря, когда я уже выехал за границу, ожидаемую поездку очень после всех этих ковидных дел, замечательно там проводил время и получил это долгожданное сообщение о том, чтобы автомобиль пришел. Мне по WhatsApp, соответственно, менеджер высылал все красивые картинки, сообщил номер моего автомобиля, комплектацию, сказал, что еще лучше выглядеть, чем на картинке воочию. В общем, Антон Александрович, ваш автомобиль ждет вас, приезжайте, все хорошо. Значит, при этом мне было сказано, что цена чуть-чуть увеличилась, порядка на 500 тысяч, потому что, ну, в процессе транспортировки, наверное, решили, что автомобиль должен стоить дороже на 500 тысяч. Я принял эту цену. От какой цены исходим? Была машина стоила 16 миллионов 450 тысяч. Значит, соответственно, прибавив в 450-м, получилось 16 миллионов 920. Эту цифру я услышал, эту цифру принял. Но, находясь за границей, значит, менеджер попросил меня как можно быстрее, собственно, ну, билеты я менять не стал, потому что там мне тоже было очень долгожданно и здорово. Значит, и, соответственно, я попросил после переговоров, попросил чуть-чуть подождать моего приезда. Но, соответственно, менеджер аргументировал, что им нужно выкупить автомобиль до конца апреля и, пожалуйста, что-нибудь сделайте. Вы, говорит, можете оплатить любым способом, можете оплатить от юрлица. Соответственно, я подумал и решил, что да, могу я так сделать, дистанционно оплатить от юрлица. Мне было предложено, соответственно, заключить договор купли-продажи на юридическое лицо, соответственно, которое я предоставил. Значит, это юридическое лицо было представлено мной. Важный момент, при том, что уже был заключен договор с физическим лицом. Абсолютно. Со мной. Ну, как бы аффилированная, так скажем, ну, так как бы моя аффилированная со мной компания. Я представил карточку этой компании, соответственно, менеджеру, менеджер, как мне было объяснено, по согласованию с дирекцией полностью всего эшелона согласований, значит, переделал договор, не переделал, а заключил договор с компанией. Второй договор. Второй договор, да. На один автомобиль два договора. Один с физ. лицом, другой с юридическим лицом. Именно так. Это нормально. Именно так. Именно так. Значит, причем цена была, как я уже говорил, на 500, там, на 450 тысяч выше. Значит, был выписан счет, соответственно, с этим договором отправлен мне. И, опять же, по телефону была громадная просьба оплатить как можно быстрее и переслать платежный документ. В этот же день проплатили, прислал я, соответственно, платежку на полную стоимость автомобиля 17 920. О, 16 920. 16 920. Значит, это была полная стоимость, которая фигурировала в договоре и в счете, договоре купли-продаж. Сзади происходит. Происходит. Ну, а что ли? Вот. И при этом оставил предоплату полтора миллиона, не тронутый от физического лица. Значит, снарядили мы, из Москвы, кстати, снарядили мы автовоз. Значит, человек приехал, соответственно, с доверенностью. Мне кажется, можно продать этот ролик к компании Lamborghini вообще за бешеные бабки. Смотри, ни одного человека, ни одного. А тут просто толпа. В общем, в процессе выдачи автомобиля, когда уже позвали на выдачу, когда представитель от юридического лица с доверенностью поехал этот автомобиль забирать, ему сказали сначала, что автомобиль не выдает службу безопасности, а потом сказали, что, в принципе, служба безопасности выдаст этот автомобиль, но есть один нюанс. Он становится дороже на 3 миллиона рублей. Почему он становится дороже на 3 миллиона рублей? Ну, потому что вот так вот захотела компания роль. Официальная позиция, значит, следующая. На основании предварительного договора Мы готовы заключить основной договор, но цена автомобиля меняется, и, соответственно, цена автомобиля 19 миллионов 500 тысяч рублей. Основание? Основание, что рекомендована рочная цена автомобиля одна. Понимаю очень большой спрос на этот автомобиль. Эту цену, соответственно, для всех делаем на уровне 19 миллионов 500 тысяч. Я предполагал, что автомобиль подобного класса будет продаваться очень профессиональными людьми. Будет именно продаваться теми, которые достойны продавать автомобили, выпущенные в ограниченной серии во всем мире, которых всего 992 штуки. И один достался нам. А всего в России досталось 7. Я представляю, все 7 автомобилей так продаются, что ли, нет? Или кому-то, ребят, кому-то повезло купить автомобиль с более классной эмоцией, или у всех так? Значит, официальная позиция, автомобиль теперь, так как он редкий, и так как он, по их мнению, эксклюзивный, значит, теперь цена его будет на 2,5 миллиона дешевле. Ой, дешевле. Дороже. Дороже. Это мои уже желания, блин. Это сейчас мы приедем к ним в салон, он сейчас выйдет, да скажем. Предполагаю, для Илаза он на 2,5 миллиона дешевле. Мы приносим вам извинения. Хорошо, значит, на 2,5 миллиона дороже, и стал он стоить 19 миллионов 500 тысяч. Забирайте, замечательный автомобиль. Только для вас, но и при этом для всех других. 19,5 миллионов. Итак, резюмируя, что мы имеем? Антон, как физическое лицо, заключил предварительный договор купли-продажи коллекционного автомобиля Porsche 911 и внес предоплату полтора миллиона рублей. Антон же, но в виде уже юридического лица, заключил договор купли-продажи этого же самого автомобиля, заплатил по этому договору еще там порядка 16 миллионов рублей. 17. Полную стоимость. Хорошо, полную стоимость. Еще раз переплатил. То есть он на полтора миллиона больше заплатил. Вот. Ну и этого оказалось мало. Ему нужно было сделать какой-то каско, ему нужно было заплатить еще полмиллиона, еще два с половиной миллиона. Вот. А теперь компания РОВИ говорит, что она вообще, в общем, и не знает, где этот самый автомобиль, и кому же он в итоге продан. Поэтому поехали, к ним разберемся. Туда-сюда, а вот сейчас он. Баста. Ну что, полицейские? Ни хера себе. Короче, если меня спросят лампы или эфира, я однозначно за лампы. Это прям вообще без вопросов. О! Люблю свою работу. Вот. В виде полицейских мы получили еще одного, может быть, даже двух подписчиков. Их все, весь батальон подписаться, там же ты сейчас посмотрит. Весь батальон будет на центральном проходе, смотрите. Салон Парше. А вон он по мне. А вот это он. Эскандар Юрьевич. А вот. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы к вам. Здравствуйте. За положительными эмоциями от автомобилей Порше. Не знаю, когда смогу освободиться. Сейчас будет небольшая просто рабочая встреча. Есть ли возможность подождать? Сколько? Ну, наверное, 15-20. О, подождем. Не проблема. Чай, кофе предложишь? А меня вы даже не знаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Даже не поздоровались. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам, что обратили внимание. Спасибо большое. Интересно. Может, вот в этом эмоция? То есть, не обязательно автомобиль? А как? Вы, наверное, знаете, по какому мы вопросу. Мой клиент заключил с вами предварительную договорку для продажи автомобиля Порше 911. И хотел бы забрать свой автомобиль. Основной договор у нас был не заключен, поэтому, если есть какие-то претензии, просим направить их. Лишних комментариев на видео я давать не буду. Смотрите, основной договор тоже был заключен с юридическим лицом. Нам нужен этот договор и претензий тогда. То есть, мы ни о чем говорить не будем сейчас вообще. Зачем мы тогда сюда пришли? У нас встреча была не назначена. А зачем ее назначать? Я пришел в салон, так же, как человек, который приходит в салон и собирается купить автомобиль. Я вас понимаю. Не собираются купить лжи-лжи-лжи-лжи-лжи-лжи-лжи? Почему он прекратил действие по вашему мнению? Ну, в какой претензии мы все указали. В какой претензии? В ответе на претензии мы все указали. Что именно? Я не видел никакого ответа. Ну, значит, мы можем продублировать. Давайте. Ну, может, его распечатайте, я его почитаю сейчас. Мы ехали из Москвы. Мы из Москвы долго, нам скучно. Хочется что-нибудь почитать. Давайте таким образом поступим. Мы со своей стороны направляли документы, мы готовы их продублировать, если вы это не получили, точнее. Ну, давайте вы их распечатаете, мы почитаем. Может, у нас вопросы какие-то появятся. Меня удивительна ситуация сейчас, когда вы поприветствовали Андрея, так сказать, с таким небольшой тревогой во взгляде, да? А на меня даже внимания не обратили. Это еще раз показывает вашу, на самом деле, такую достаточно некомпетентность при общении с клиентами. Это я конкретно вам говорю. Значит, мое требование сейчас исполнить наши с вами договоренности, которые присутствовали у нас. Первое, они были полностью обозначены в договоре о предварительном купле-продаже. И счет, который вы нам выписали, мы проплатили. А вот это дальше идут ваши уловки уже, где договор недействительный, если он передан по, соответственно, телефону там или почтой. Здесь вот можно, как говорится, крутить-вертеть разными нормами закона. Это ваши уловки. Давайте мы попробуем все-таки разделить какие-то ваши уловки и человеческие отношения, да? Все-таки я претендую на то, что такая серьезная компания, как дилерский центр компании Rolf Porsche, значит, должна как-то и вести себя адекватно. И люди должны за свои слова как бы чуть-чуть отвечать. Комментариев никаких не будет. Почему? Мы все готовы писать в ответе на почту и на все претензии в ответах. Ну, вы говорите, что есть какой-то ответ на претензии, давайте мы его почитаем. Я вот, например, не видел его. Сейчас его почитаем, посмотрим. Мы запросим. То есть вы серьезно? Мы должны запрашивать? И когда вы дадите нам этот ответ? Вы не хотите с нами разговаривать вообще никак, ничего говорить. Я правильно понимаю? Правильно. Но мы хотим тогда в письменном виде, вы говорите, что есть какой-то ответ. Мы хотим его изучить, давайте мы его изучим. Я его не видел еще раз, мне пятый раз вам повторить. То есть я должен написать вам письмо, чтобы вы мне ответ прислали? Ну, это же не серьезно. Когда вы заключали договор о продаже, там есть определенные пункты, которые, в чем я их не исполнил? Расскажите мне, пожалуйста. Я комментарии давать никакие не буду. Как это вы не будете? Если вы по договору знаете все пункты. Потому что мне нужно, чтобы составили полностью, написали, в чем претензии является, мы с юристами проговорим это, значит, посмотрим, где мы правы, где мы не правы. Это с вашими юристами, которые крутят-вертят нормами закона, да? Я не комментирую, так, с сожалению. Как говорится, крутить-вертеть разными нормами закона. Давайте так. Ну, у вас же готов ответ, в чем проблема его распечатать и просто показать. Это по юрлицу они будут рассчитывать. По мне пусть они дадут ответ, мне даже это интересно. Пусть по мне дадут ответ. Опять не было запроса, посмотрите, что происходит. Деньги мои у вас. Вы ничего, они вас никак не беспокоят, например? Почему вы не беспокоитесь об этом? Почему вы мне не даете официальных разъяснений? Потому что вы не исполняете договор предварительный. Почему у меня нет по сей день официальных разъяснений? Ну, кстати, он не расторгнут. Он не расторгнут. Действует. Вы его перепродали, мой автомобиль, например. Мне же хотели это сделать, но не получилось. Почему вы повели себя так, и вас никак не беспокоит ситуацию, что это деньги? Готовы ответить на все вопросы, подключают также наши лиродители. Мы готовы заключить основной договор, но цена автомобиля меняется, и, соответственно, цена автомобиля 19 миллионов 500 тысяч рублей. Хорошо, вопрос не юридически простой. Я хочу купить этот автомобиль. Я ваш клиент пришел, хочу купить. То есть с конкретными этими параметрами, которые... Данный автомобиль пока недоступен к продаже. А что это значит недоступен к продаже? Ну, в резерве он недоступен к продаже. Нет, в резерве за кем? За мной? Я же квоту получил, я же внесу предоплату за отделом продаж. Так, я имею какое-то отношение к нему или нет? Так, так как основной договор мы с вами не подписывали, да нет. В смысле? Так вы же не стали его подписывать. Вы же мне объявили цену и не стали его подписывать. Ну, поэтому... А почему-то как-то не смогли заключить с вами договор, именно поэтому автомобиль в резерве подойдет к продаж. И я вам об этом говорил. Так давайте заключим? Ну, давайте заключим. Только сроки по предварительному договору прошли, заключение основного договора. И теперь мы можем заключить договор с кем-то, кроме Антона, к сожалению. Мы готовы заключить основной договор, но цена автомобиля меняется, и, соответственно, цена автомобиля 19 миллионов 500 тысяч рублей. Интересно. Ну, то есть со мной, правильно? Давайте со мной. В течение трех дней с Антоном мы не заключим договор. Ну, давайте со мной. То есть я теперь персонального грата, при том, что у вас находятся мои деньги, я что-то не понял. Это что значит? Антону мы отправили, на самом деле, заявление, точнее, письмо, в котором мы указали, что мы готовы вернуть деньги, просим записать заявление о расторжении. Где это? Когда это было? Смотрите, пожалуйста, на почте. Я вот сейчас тоже еще. Давайте найдите. Найдите число, найдите. Мы хотели хотя бы понять, он продан или нет еще? Автомобиль под резервом, да. А что значит под резервом? Продан или нет? У него заключен договор. Заключен договор. Но не передан еще по акту прямопередачи, правильно понимаю? Или передан, или все, уже клиент уехал? Давайте уточните, ну, правда, перезванно сидит клиент, который даже не понимает, где его автомобиль, он кому-то продан или нет, или он все-таки... Да, немножко занят. Немножко занят. Даже фраза «немножко занят». Да, был уже занят. Ну, то есть договор подписан, но фактически автомобиль еще не передали, я правильно понимаю? Мы можем обсуждать условия договора. Извини, условия договора. Это судьба нашего, пока мы его считаем нашим. Если вы кому-то уже передали, мы просто перестанем считать его нашим и сделаем для себя определенного. Это совершенно верно. Если он все-таки... То есть передали, да? Верно, что вы передали. Передали, да? Все, хорошо. Подожди, как он по-другим, если я не получил этот автомобиль, ожидая его четыре месяца, каким образом он по-другим клиентам стал? По вашему желанию или что? Вы вот эти бумаги чуть-чуть трогаете вообще, кроме, так сказать, я понимаю, что человеческий фактор, какие-то вот, как я говорю, каноны порядочности у вас не существует. У Рольфа получается, я уже буду о компании говорить, если вас так воспитывают, да? В Рольфе это такая тактика? Нет претензива. В смысле, какой претензив? Нет, какая конкретная претензива. В силу того, что мы не смогли подписать с вами основной договор автомобиль, соответственно, мы подписали договор с другим человеком. Так, подожди. Больше, к сожалению, комментировать. Нет ничего не было. Вы что же с ней смогли подписать? Что значит под словом «не смогли подписать»? Если мы с вами договорились, я не буду. Ваши подписи нету нашей. Вы смотрите, у нас есть договоренности, что в понедельник он должен состояться. Почему мы изменили наши договоренности? Я вам, как компетентному человеку, нету подписи, ни одной. Да делайте, давайте подписи. Все же вы делаете. Пожалуйста, на почту. У вас заявление о расторжении. Посмотрите, что творится. Вы мне подписали договор. Посмотрите. Уважаемые господа, получили, значит, 17 миллионов, 216-920, и плюс полтора миллиона моих. Мое мнение, я повторяю, это мое. Вы купили автомобиль, просто выкупили, а потом у них изменилась финансовая ситуация через три дня, и они решили этот автомобиль продать мне не по тем условиям, за которые мы договаривались, а потом решили его перепродать мне же. Поспекулировать. То есть они воспользовались всеми возможными уловками, которые находятся в договоре. И вот эти уловки теперь, ну, мы как заложники вот этого беспредела, который придуман юристами, и тактические ходы вот компании Рольф, они просто, ну, ни в какие не входят в рамки. Как говорится, крутить-вертеть разными нормами закона. Я считаю, что вот этот конкретный человек, который сейчас является оппонентом у меня по договору, я с ним вел эти переговоры, совершенно некомпетентен как представитель дилера такой серьезной компании, как Порше. Вот сюда отправим, тогда и ждем от вас официальной претензии. Как, когда отправите? Ну, сейчас отправим, поэтому дальше. Вы нас выгонять? Нет, мы не гоняем, может оставаться, пожалуйста, я предложил тройку. Хорошо, может отправиться. Может пригласить не Искандера, а может директора пригласить? Кстати, да. А что, не зайдет? Нет, не сможет. Вы просто задаете вопросы, на которые директор точно умеет сейчас. Почему? Я хочу задать, в принципе, вопрос. По принципу общения. По принципу общения с клиентами, конечно, или клиент, который покупает машину за 16 миллионов, не достоин. Позовите, пожалуйста, директора. Почему? Может быть, к нему нам пройти, мы можем, ядову, звать, мы пройдем сейчас, проводите нас к нему. Пойдемте. А пойдем. Пойдем, что-то очень дороже. То есть, как это, почему не можно? Мы сами проводим. Я хочу взять и пойти к директору, я что-то не понял, как это вы мне не можете. Максим Владиславович. Максим Владиславович. Опа. Вот так. О, Максим Владиславович. Ну, подождем. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Все равно без вас нам никак, без комментариев не обойтись. Все же было готово. Стоял здесь эвакуатор, представитель фирмы был, и вы не выдали автомобиль. Как это? Помните сюжет этот? Когда я за границей, вы мне звонили, сказали, Антон, автомобиль вам не выдают. То есть, это я вам зову. Почему? А вы мне что сказали? Ну, как есть, скажите, и все. Как? Ну, да как что вы сказали мне тогда? То есть, вы помните всех, всех помните, кто здесь находился, чтобы автомобиль хотели получить? Ну, как не готовы? Вы же тогда адекватны были совершенно. Почему сейчас вы не готовы? Ну, потому что сейчас общаетесь с руководителями. Да я с вами общаюсь, почему? Ладно, но я с вами общаюсь. Почему с руководителем? Почему вы все киваете? Руководительный юристов кивает? Вы на руководителя. Я с вами общаюсь. я с вами общался чье решение было ее не выдать вот так вот видите в рульфе все вопросы то есть никто на конкретно вопрос ответить не может деньги получить могут ответить вопрос почему машину не выдали уже никто не может ну что вам нравится нравится вам ладно и договор с юрлицу который вы мне отправили по электронной почте должен быть подписан вами он подписан соответственно правильно как и да он же вами подписаны счет выставлен где договор вопрос да абсолютно нет я теперь теперь она теперь уже конкретно где договор который вы мне выслали я оплатил по нему деньги вы чё шалите что ли то есть вы получили деньги 17 миллионов получили три дня их продержали вы купили машину например за них деньги не буду умничать дальше что можно за них делать а потом у вас изменилась ситуация финансовая вы решили отдать а машину перепродать вы получили 17 миллионов вы на основе договора который считается теперь не действительно потому что он выслан электронно но это глупости значит найдите мне договор это ваш интерес он был чтобы у вас был его нельзя съесть так договор с юридическим лицом был заключен или нет я так и не понял нет а не на это же заплатили машину отдай и все какие 2 миллиона там полтора мне чеки о чем разговор не смотреть мы приходим в коммерческую организацию мы хотим понимать куда мы вообще пришли мы не понимаем вы как сотрудник наверное должны знали так вы же должны знать дело работаете мне кажется нет я точно пойти работе ложитесь эта информация где вы находитесь вам и а вы работаете не там где мы находимся ну хорошо тогда где мы находимся ведь пожалуйста терпели через 10 минут ответить на все ваши вопросы у меня немножко другая работа и ответить где мы находимся гораздо быстрее вы находитесь на октябрьской набережной 8 ну хотя бы так но на какую вы скажете что это porsche невский что это центр porsche porsche центр невский набережная там как и называется адрес ну что вы это вас просто спросили адрес зачем говоришь человек придется сидеть минут адрес и название организации что там такого-то и мы находимся в компании у роль пасты с санкт-петербург филиал porsche невский по адресу октябрьской набережной дом 8 корпус 5 литера собственно и а вот вот этот нам нужен товарищ вирченко и максим владиславович генеральный директор а где мы можем найти генерального директора это вот садискан это которую мы ждем человека кстати который начал на встречу вашего есть как интересно то есть мы его ждем вот он сейчас может придет можно сейчас вот прямо вот раз придется вокруг и придет так вот давайте тогда купим porsche 901 stargo heritage edition он что доступен к заказу на 1 продали на не давайте посмотрим база давайте в базе мы ее приобретем по рекомендованной porsche цене правильно на момент поступления салон точно порекомендованные porsche с вашей porsche извините давайте заключу дуга хорщик чусь и давайте цену тогда объявляем и смотрим может быть я подожду за какой стоимость стоимость который мы с вами обговорим по той стоимости который мы с вами обговорим на момент заключения предварительного договора а комент оформления но мы можем в договоре же в предварительном прописать что рольф обязуется продать этот автомобиль по рекомендованной розничной цене на момент продажи правильно на момент доставки на вами на момент доставки предварительный договор этого не предполагает то что очень говорить зачем тогда вообще нужно ничего чем-то заманить просто получает вот мы с вами так мы вас не заманивая на кашу желание приобрести абсолютно не должен стоимость его знать я должен знать стоимость то есть когда машина придет вы можете любую стоимость поставить а с чего она зависит то есть от вашего желания от того что если на сегодня на рынке автомобиля то есть то что это что я четыре месяца вам предоплатил и жду ничего не важно не так я просто вопрос мне интересно хорошо отвечать спасибо давай я вам опять же говорю что цену устанавливает импортер весь российский рынок понятно мы можем в договоре прописать что цена будет зафиксирована по рекомендованной розничной цене импортером на день доставки автомобиля ориентировочная стоимость автомобиля на момент заказа ему по этой стоимости заказа на момент прихода а вы уже определяет устраивается достойность а кто ее поделать откуда она берется да она же меняется поршина самые прозрачные вот а какая-то вы заходите на официальный сайт собирает свой автомобиль и видите сколько стоит машин вот а это можно в договоре зафиксировать что в основном я вы даже нельзя а когда придет автомобиль где мне взять цену прозрачную сколько вы можете ее продать вот это крайний вопрос в этом вот пришел автомобиль цена его какая цена автомобиля меняется и соответственно цена автомобиля 19 миллионов 500 тысяч рублей чему нельзя это зафиксировать договор что цена будет зафиксирована на соответствии с юристами нации потому что они составляют договор мы по нему работаем если они считают что это неправильно значит это неправильно а их тот спрашивал правильно это или неправильно компания рольф не рольф вы сейчас же пытаетесь нас в нехорошем свете предоставить конечно так и есть поэтому естественно не я вас его сами работаем незаконно нас абсолютно все прозрачно и абсолютно все так вот я вам нет ребят не нет 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 не так смотрите подождите наша форма работы наш договор да что вы говорите да меня все устроил я вам даже предоплату внес я вам уже оплатил машину однажды целиком стоимость ее только вы ее не выдали вы получили деньги и и не выдали смотрите я понимаю что предварительном договоре цену не фиксирует никто это я прекрасно понимаю но там же можно зафиксировать что цена будет такой какой установит импортер на дату заключения основной сделки да нет мы спрашивают вопрос написать то что клиент обязана имеет полное право купить автомобиль по рекомендованной ручной цене нам и да да ну например отвечаю еще раз ну мы договор нет нигде дождите на вас на словах вы нам сказали что это будет так но в договоре вы это прописать не хотите как тогда по на по факту вы ведете себя совершенно по другому вот по факту вот по факту как не падает ну как нам поговорить с ними давайте узнать в этом уловка есть вот мы все в тупике мы в тупике все но сцену вы сами придумываете вы на 3 миллиона цену увеличить за посмотри как переворачивать по сути вы уже перевернут конкретно я вас обвиняю я больше слова которые вы мне говорите на словах что все будет так вы не готовы отразить договоре почему я же этого и не скрою а почему как бы работаем по четкой и выглядит что это правда четкой форме так что в нем непрозрачного вы получаете договор не соответствует вашим устным обещанием понимаете вот ни одному да понимаете даже абсолютно что вы хотите час от меня смотрите даже не устным андрей вот есть договор предварительный вот цена все конкретно цена 16 450 вот этой ценой вы меня заманили и я вам оплатил квоту полтора миллиона вы получили квоту подтвердили моими деньгами пришла машина через четыре месяца вы ее не выдаете потому что какая-то некая служба безопасности не пропускает сделку какую сделку я не понимаю по сути да вы подождите секунду ребята вы что человек приехал получать с доверенностью с печатями проставить договор акцептировав это все оплаты уже вот вы его не дали на руки вы не дали машину слушайте дальше вы потом через несколько дней через три дня придумали на 3 миллиона цену повысить это каким образом то такое может задаете вопрос не по адресу смотрите вот если вы если мы с вами заключим эту сделку где гарантии что не будет точно также до получать ее нет что ну что придет машина вы решить что она стоит на 3 миллиона выше чем рекомендованная porsche розничная цена цена автомобиля меняется и соответственно цена автомобиля 19 миллионов 500 тысяч рублей стоимость в основном договоре не будет отличаться от рекомендованной розничной цены о и просто мы должны вам на слово поверить договоре этого не будет вы же подписывать основной договор в течение 3 дней с момента прихода автомобиля на дилерский центр когда мы а в основном договоре допустим рекомендована рекомендованная porsche цена 25 миллионов вы мы приходим об договоре 30 почему вот на основании чего фону просто так за вот и все а что он что мешает так сделать если мы не прописываем это в договоре вы же можете так сделать правильно не так не делали а почему тогда не прописать договоре что вы так не сделаете пункт добавить мы так не сделаем еще нас бы устроил а потом вы попросите меня а зафиксировать вам стоимость на автомобиль который придет через полгода почему я вы напишите что если у вас есть три месяца то нормально опять как-то вы не отвечаете на мой вопрос на мои просьбы долго говорить какой-то абсурд что мы попросим вас чего-то вы спрашиваете к моменту прихода автомобиля если изменится рекомендованная ручка нет нет я и так прекрасно понимаю что она изменится прямо девяносто девять процентов что она изменится это мы осознаем и мы на это согласны мы не согласны на то что она изменится по желанию рульфа еще там на сколько-то миллионов сверху так то есть это тут но мы время не можем себя почему у нас то так произошло когда же что ты можем вам продать автомобиль по рекомендованию так продайте про вопрос в том чтобы прописать это в договоре что он будет продан именно по рекомендованной розничной цене как нам с ними пообщаться как нам с ними официальное заявление что вы хотите изменить там договор а можем да как не знаете а кто знает мы вас спрашиваем как оформляется как изменение договора как это составляет вы никогда в жизни не изменяли договор в рольфе ни с кем из клиентов почему должны изменять есть четкая форма по которым все все бренды компании рульф работы неправда я с кучей рольфов изменял договор с кучей москве правда в питере не с одним но в москве с кучей я удивлен если честно мое мнение вы не обижайтесь но мое мнение что это что все что вы говорите это просто пустые слова иначе вы бы в договоре все это прописали соответственно вы не хотите на себя брать и такие обязательства и яркий пример вот как раз ситуация антона абсолютно так печально то есть цена и очень неприятно слышать то что вы это переворачиваете так как переворачиваю подождите пожалуйста давайте давайте я скажу еще вот эти виничные слова меня как таскай дмитрий никто ничего переворачивать не будет я обыкновенными фактами оперирую я столкнулся с этой ситуации да абсолютно вы отказались мне продать автомобиль а не то что по рекомендованные цены porsche вы ее задрали процентов я не знаю насколько вы и так если и как это не то давайте скажу что-то же как не то а ну-ка- ну-ка когда полное вранье отвечать не хочу я готов свои слова за каждое слово подтвердить а вы мне говорите это вранье зачем вопрос обидцов это был не так а так ну так будьте за праздник расскажите пожалуйста вот сюда как это было будьте добры не беспокойтесь все будет вся правда будет как это была как это было будьте добры ваше мнение вы же знаете историю слушали последовательность форме не сделки так это как вы приезжаете пришел автомобиль так чайте основной договор основании него выставляется счет абсолютно соблел покажите пожалуйста что вам показать я вам покажу договор с юридичной фирмы которая подозревает в виде что делал я его оплатил сказал что я расскажу свою версию сам задает это не оплатил обсток это вы его не дали мне это на подпись вы выставили счет выставили мне доплачили силос нет договора и существа это хит это уже будет вопрос разбираться другие будут компетентные люди потому что это ваша хитрость это уже ваши мошеннические действия вы деньги получили как это я извините мне высылают договор я этот договор по вашей же просьбе плачу платежку оплачиваю присылаю вам через час что я оплатил вы говорите выходите на завтра выдачи машины и потом вы умею выдаете вы что это что за версия такая да вам надо было выдать этот автомобиль на основе договора который подписывает чек с печатью к вам приехал директор да да какие вопросы дождите вы же все прекрасно понимаете еще в религии не на все в огороде дмитрий не надо на 3 часа свое время и драган тон пожалуйста дмитрий вы просто сказали что вы хотите сказать свою версию но при этом вы его не сказали вы вопрос сколько слуха промежу вообще обалдеваю скажите вашу весла есть смысл мы покажем происходит сделка прозрачно максимально и все клиенты останутся довольными если мы это последует соблюдать не готовы зачем вы опять вопросом не сдаете какая версия вот конкретно в этом по конкретному вопросу в чем я не соблюдал я вам воплотил деньги вы что ребята а вы сказали что вы платили деньги не подписав договора да вы мошенники это по моему мнению однозначно мошенники вы потому что вы выставили счет и сказали оплачиваете ваш конкретный менеджер наставил на это прислать платежку после оплаты для выдачи автомобиля и когда приедет человек с печатью и доверенность он по факту получит договор на его подпись мы акцептировали этот договор оплатив мы его уже акцептировали счет по какому предварительному он был конкретно договор купли-продажи на фирму об 16 вы что говорите 17 миллионов я оплатил вам еще полтора моих там лежала у вас залоги как физического лица вы что что говорите такой вот видите опять я вам говорю не по сделке ваши вот как бы сказать вы знаете и в было не так вы сказали это вранье я вам говорю про ваше вранье не ваше конкретно а про вранье тех людей которые его придумал посмотрели на что же сделать а что же сделали это что-то сделать так почему вы не продали мне автомобили оплачены уважаемые почему я должен был вот дальше продолжать историю не положить положить эмоции получать наоборот опять да не отвечал вот к сожалению большинство вы отвечаете чем-то молодцы так что это компания роль в так работает вот вы все в чем-то вы замечательно симпатичные люди даже улыбаетесь симпатично но вот где-то вот какая-то червоточина у вас точно присутствует очень серьезная на самом деле ваша компания мошенников потому что искать вас всех бергает в эти башнические действия вы какую-то ерундой заниматься вы спекулянты вы не компания которая с клиентом работает так как надо я не вас оскорбляю вы спекулянты и вас в общем говорю потому что вы такими же так сказать неуважительными категориями с нами общаетесь понимаете да вы договор не исполнили ни в одном вы не исполнили ни в одном пункте свой договор ни в одном свои слова которые вы переговорных процессах употребляли все и вы в том числе ни одного слова вы не подтвердили действом вы просто все да наоборот переначив своих личных корыстных интересах не вы конкретно ваш компания опять нет это гордыми так это горит не так то что мне выпущу я машину не получил оплаченную почему я пришел и не получил оплатив 17 миллионов автомобиль объясните мне почему умею не выдали причины какие были я вам оплатил по основному договору я вам могу показать заключение откуда я деньги то вам платил так представители уже что мой представитель приехал с печатью и доверенностью для того чтобы договор пропечатать у вас перед вы переслали договор по почте и переслали счет к этому договору я оплатил по просьбе вашей вашего дилера будет высказываете менеджера и получили вы это и мне предложили получать автомобиль на следующий день это все зафиксировано в моих всех переговорах с вами да у вас да никому вопросов то не сом-то и суть что вы ни один из вас не может ответить на один вопрос вы все в каком-то каком-то из зомбированной ситуации какой-то находитесь но почему вы не можете вы подтверждаете вы подтверждаете чтобы свои общаться эту тему вы прекрасно знаете сюжет мы прекрасно с вами понимаем о чем идет речь прекрасно и вы помните что это было и какие вы обсуждали сюжеты вы все помните прекрасно только вы сейчас защищаете вот эту вот внутреннюю придуманную тактику свою не правы вы не правы нельзя так понимаете нельзя и вот у нас этого контента собралось очень много на самом деле столько вы наговорили вот все столько наговорили ребята вам нужно было просто продать автомобиль человек который его ждал четыре месяца и оплатил вам деньги вам не нужно было быть настолько алчными чтобы за два с половиной миллиона но на собирать себе вот это дерьмо которое вы собираете и весь за два с половиной миллионов разговор о принципе уже нельзя так поступать нельзя а вот вы разговаривали о двухслой на миллионах не вы ваша компания вот вы стоите 2 с половиной миллиона вот эта штука стоит миллиард вы стоите два с половиной миллиона давайте так антон можно паузу вы обещали сказать вы серьезно обвинили на самом деле наш канал и меня лично я тоже оскорбился можно сказать вы говорить что я обманываю своих подписчиков вы вывернул так мне так показалось так ну-ка вот мы вам даем слово мы вам даем слово давайте мы мы вам даем слово мы вам даем слово пожалуйста скажите вашу версию мы будем молчать как все было и почему так получилось давайте мы прекратим диалог потому что сделкой занимался мне и отвечать да и не все не будет же с нами зомбировали люди все на слезу эти основные породы сказали что то что мы говорим это не про бритвы а где правда тогда где она какова она давайте вам расскажу можно и не подождите ну пусть я краска почему смотря почему а что опять звуаль но человек готов рассказать он знает что происходит неправду можно рассказать а правда правда нельзя так что есть я вам сейчас сегодня говорила антон во первых я сожалею что вы недовольны мы вашу точку зрения выслушали я не хочу просто сейчас приводить это в спор потому что дмитрий скажет какую-то свою точку зрения вы скорее всего с ней не согласитесь да я молчать будут я даю слово смолчать выскажите пожалуйста пусть расскажет после как расскажет я бы молчать и все будем молчать все будем молчать но ведь опять но вы же ну не хотите но почему опять вы делаете то что что такое вы говорите что мы обманываем зрителей но вы не говорили вот дмитрий говорит что мы это все повернем не так как оно было на самом деле как был на самом деле как он за андрей андрей я свою точку зрения сказал на все ваши вопросы ответил ну и я вам рассказал процедуру покупки автомобилей как она выглядит компанирует мне кажется я предоставил информации более чем достаточно копаться в том что было и говорить кто прав и кто не прав я сейчас точно не буду потому что я не владею всей информации так как и я занимался этой сделкой я вас попрошу как бы вопросов мне больше по той сделке которая не состоялась не задавать зачем вы тогда сказали что все что мы делаем это неправда все что мы снимаем информацию оставлять и не совсем корректно зритель который будет вас смотреть так и вы предоставьте вы предоставьте эту возможность имеете вы же имеете возможность предоставить корректную информацию будьте даже не пройдет пожалуйста на камеру предоставьте корректного раима со 5 июня значит получается зачем данный армин отзоре что неправда хорошо смотрите давайте еще последний вопрос последний правда вот по покупке машины дмитрий по покупке нет можно к вам нет смотрите очень просто сделать из недовольного клиента довольного для этого нужно всего лишь один пункт добавить предварительный договор причем не какой-то там космический который декларирует ваш сотрудник вот нам на видеокамеру устно просто сделать письменно то же самое что вы обещаете устно и вопрос тогда не будет ну я просто я понимаю что мы напишем в письме ну просто передайте это руководству донесите это до них у меня личная просьба самая печаль еще все это выслушиваете вы выслушивает она в вашей хорошей хорошей все вы хорошие понимаете но ваш генеральный директор а он не услышит обресть для даунтон на мой взгляд он трус трус мелочные очень трус трус большими буквами взял он взял и убежал и так резюмирую по словам моего клиента цена автомобиля porsche которую заказал вот здесь porsche центр невский на момент когда автомобиль пришел изменилась на 3 миллиона рублей ему поставили условия либо покупай на 3 миллиона рублей дороже либо иди нафиг клиента это возмутило в итоге автомобиль был продан кому-то другому по словам представителей компании porsche центр невский все было не так но когда мы предоставили им слово и сказали а как оно было они нам ничего не ответили по словам этих же самых сотрудников компании porsche центр невский мы Мы можем заключить предварительный договор нового автомобиля. И когда он придет, цена автомобиля будет зафиксирована на уровне той цены, которую рекомендует Porsche Ruslan. Но когда мы попросили это условие отразить в договоре, он сказал, что это невозможно. Соответственно, не знаю, как вы, а лично я верю своему клиенту и не верю дилеру Porsche Center Nevsky. За все время, пока мы снимали репортаж, я не увидел в этом дилере ни одного клиента. И, честно говоря, я очень надеюсь, что дилеры, которые так себя ведут со своими клиентами, они ровно в такой ситуации и окажутся. Но не те три часа, которые мы вели съемку, а вообще все время и навсегда. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. С вами был Ярдрей, дальше будет интереснее.